Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели моего канала. Это сотрудник бывшего комитета государственной безопасности Советского Союза, а следственный работник бывший Бессонов Алексей Борисович из Перми. Но вот по поводу моего обращения к президенту Путина о вводе войск в Казахстан, меня очень много задают вопросов, звонков идет из Казахстана огромное количество, ну то, что там мне говорят, не будем пересказывать. В основном это очень простые предложения, состоящие из нецензурной лексики, но это не суть важно. Но тем не менее, вы знаете, я вам хочу сказать, что я же служил в те 80-е годы, в конце 80-х в Казахстане, и вот этот вот нарастающийся пиратизм внутри элиты казахской, он очень был хорошо, он был здорово заметен, даже у нас в КГБ. Там за спиной нам говорили, так сказать, офицеры казахи, что русские, зачем вы сюда приехали, мы вас не звали. И это была не их личная фраза, то есть это был настрой, настрой внутри элиты казахской, да. То есть вот, в общем-то, так сказать, часть элиты, которая потом завладела собственностью, которая потом стали президентами, баями, предпринимателями и так далее, они тогда уже все это вынашивали. И в 87-м году, вспомните, что было в Алма-Ате, да, когда, так сказать, студенты, подстрекаемые, все теми же, так сказать, все той же частью элиты столичной алма-атинской, они вышли на улицу, да, тогда были подавлены, и они воспринимались как герои. То есть вот эта волна сепаратизма внутри республики, она существовала. И она будет всегда в национальных республиках. Тут ничего такого особенного нет. И так же, как в Татарстане есть, и в Чесне были, и так далее. И будут свои историки, которые будут по-другому так ковать историю казахского народа, да, в отдельности русского отношения. Но это большая геополитическая игра. Еще раз говорю, что в мире не так много стран, способных проводить самостоятельную политику внешнюю. Это англосаксы, русские и китайцы сегодня пытаются. Все. То есть, в принципе, если немцы, допустим, Германия заставят выйти войска, и выйдут из НАТО, и потребуют убрать войска с Германии, с территории Германии, ее разбомбят просто, вот и все. То же самое здесь. Вопрос вне зависимости Казахстана. Нормально совершенно относимся. А в том, что это, там даже сайт русские войска, да, так как мы стояли, да, великий, известный, самый лучший, мощный пограничный лоткруг КВПО, где я служил, который перекрывал южные подбрюшья Казахстана, почему там Китай и так далее, и наши танки стояли в Чунжи, чтобы вы знали. Ну, это сейчас уже не тайна. И я вот недавно звонил, спрашивал, был мощный чунжинский погранный отряд, по-филовски там и так далее, он весь разрушен. То есть, там казармы, где все это все разрушено, хотя это стоило огромных денег. Поэтому вот мы и говорим, что, к сожалению, но лидеры государств, да, мы выступаем за объединение единого государства. Нас искусственно разделили. В Казахстане должны стоять русские войска. Комитет национальной безопасности Казахстан не способен решить проблемы безопасности. Не потому, что там плохой, там неспособный и так далее. Нет. А потому, что, так сказать, только единая система безопасности гарантирует обеспечение безопасности страны от противника, таких как китайские вооруженные силы, американские, НАТО там и так далее. К сожалению, этого сегодня нет. И лидеры государства ничего не делают для того, чтобы государство образовало. СНГ это искусственное, мощное образование. Это даже не конфедерация. А нам нужны более тесные связи. Нам нужен встать Советский Союз. И в этом плане я хочу сказать, что самое главное, что народ, население и России, и население Казахстана, простой труженик. Они не стали жить лучше. Понимаете? Если бы мы восстановились в единых государствах, то порядок бы, уровень жизни у вас бы вырос на порядок. Но у вас нормальный президент, вменяемый. А то, что происходило, допустим, в Таджикистане, где фактически шла война кланов, это же гражданская война была. Там, потому что авиации, танки использовали. Там шли мастерские группировки. И поэтому, когда вы говорят, почему вы так реагируете на принятие латиницы, мы, когда принимали в тех республиках латиницу, мы тоже реагировали. Там было не до этого. Там не было системы управления в тех республиках. Там просто война была группировка гражданская. У вас же, так сказать, все-таки цивилизованное государство. У вас нормальный президент. Система управления, она не идеальна. Мы ее критикуем. Ни кто-то из нас, так сказать, ничего из этого не проследует, потому что все это в рамках закона. Поэтому и мы обращаемся к вам. Может быть, жестко где-то по форме, агрессивно, но в рамках закона, безусловно. Поэтому призывали президента на законных основаниях. Тут ничего такого нет. Поэтому я вам хочу сказать, у вас же есть, у вас все-таки ситуация постабильная. И Назарбаев, он ситуацию контролирует. Но тем не менее, если мы объединим единое государство, мы должны потребовать от руководителей государства припринимать шаги по восстановлению единого государства, единого экономического пространства. Нам это все, эти административные границы нас разделили. Они не нужны никому. И поэтому, когда все-таки вот эта волна национализма, сепаратизма внутреннего, внутри Казахстана, она нарастает. Она как присутствовала, так и присутствует. Понимаете? Поэтому нас это устраивать совершенно не может. Мы не против независимости. Ради Бога. Мы еще и больше вам дадим прав. И уровень жизни будет еще лучше у населения. Понимаете? Но вы объективно будете выставлены в чей-то фарватер. Или фарватер англосаксов, или в русский фарватер. Как вы и были всегда, как мы были всегда в русском фарватере. Так и вы и будете в русском фарватере. Но вы пройдете, те же южные республики снова придут к нам, но придут с полностью разрушенной экономикой. Там же, если там в столице, в Ашкабане, там еще что-то как-то. А что творится в Аулах? Они вон приезжают к нам. Там система образования разрушена. Ничего нету. Естественно, что там будет и исламский фактор, там будут, так сказать, и радикальные исламские течения, так сказать, нарастать. Я с величайшим пиететом и любовью отношусь. Читал Коран и под любой сурой подпишусь. Совершенно, так сказать, истинный мы верующий, истинный правоверный. Этот человек очень краткий, умный. И я православный по культуре, по восприятию, коммунист по восприятию. Я вам хочу сказать, членка ПРФ, я хочу сказать, что я, на самом деле, истинный мусульманин, это самый краткий человек, и не воинствующий человек на земле. Он труженик, там нет ничего такого, что бы, так сказать, противоречило общечвеческим ценностям и так далее. Там все совершенно нормально, и мы всегда дружно живем. Дело в вопрос не в этом. Еще раз говорю, что просто у нас искусственно разделили. И сегодня, почему войска? Там должны стоять, вот на южных границах, в Алма-Ате должны стоять русские дивизии. Почему? Там Китай. Еще раз объясняю, что рано или поздно, это сейчас они с нами улыбаются, пьют чай и так далее. А на самом деле, как те разведшколы, как не закрывали, так и не закрывают. Как генеральный штаб, они провели мощнейшую реформу, армия Китая, одна из самых мощных в мире армии. Там идет мощное перевооружение. Вы для чего это делаете? Им не хватает пространства, не хватает сырья, не хватает, так сказать, многих, и что, вы думаете, что они будут взирать, так сказать, на соседа вожделенно и с любовью, что ли? Ничего подобного. То, что мы пережили, пережили полный развал системы вооруженных сил, системы безопасности. КНБ сегодня не способна решать ни одной поставленной задачи. Это такая местесковая, скажем так, как отдел полиции. А нам нужна мощная система. Она может только в едином государстве существовать. Поэтому, вот чем вызвано мое упрощение. И вы, кто мне названивает, истинные патриоты, вы должны покончить раз и навсегда с национализмом. Глупым. Потому что этот национализм, сепаратизм местный, местесковый, он выгоден только вашей верхушке, вашим баям, вашим, так сказать, и так далее. Во населении он не выгоден. Он преступен для населения. Поэтому вы должны наоборот только приветствовать такие высказывания и, так сказать, приветствовать, что, так сказать, все-таки было единое государство, стояла единая мощная армия Казахстана и российская армия, плюс те Южные республики все равно восстановим систему управления. Должна прийти, в общем-то, я думаю, что, может быть, где-то даже и другая элита. Элита про русские настроена, но, в принципе, Казахстану не так актуально, но, тем не менее, в Южных республиках. То есть, потому что, вспомните, так сказать, и должны быть вашим правительством направлены более активные шаги на восстановление единого государства. Вы, я вот обращаюсь с истинным патриотом Казахстана, давайте создадим движение за Советский Союз. Оно так и будет называться, контакты у меня есть. Мы восстановим народ, волю народа, все в соответствии с законом, все абсолютно, так сказать, законно. Я уверен, что и политическая элита нас поддержит, тем более, что, что такое элита? Элита – это, так сказать, лучшая часть общества. Вот вы и есть лучшая часть общества. Давайте за единый Советский Союз, за движение, за Советский Союз начнем, развернем, запросто, 3-2 года и все. Это массовые движения на законных основаниях. И в основном единое мощное государство, которое было преступно и незаконно, различного рода сепаратистами, развалено. В итоге страдает прессу население, человек труда страдает, крестьянин, дыханин там кто, он тот страдает. Нам что с вами делить? Поэтому спасибо ваш Бессонн, Горсия Борисовна.